Всемирной организацией здравоохранения отмечен рост детей с расстройствами аутистического спектра. Таких детей один из 160. И это вызывает беспокойство, в частности, в Российском министерстве образования и науки. Ведь для каждого ребенка с аутизмом нужно отдельно подобранный образовательный маршрут. На сегодняшний день очень много разнообразных технологий, и в регионах они применяются, в том числе и в Краснодарском крае. Все-таки эффект, на какой уровень мы выводим ребенка с аутизмом, во многом зависит от его индивидуальных возможностей. Потому что если это расстройство аутистического спектра, это целый спектр, и если мы говорим о ребенке с высокофункциональным аутизмом, то он часто при своевременной, правильно оказанной помощи имеет возможность уже к взрослому возрасту адаптироваться в окружающей среде, получить работу, создать семью. Актуальность проблемы очевидна. В Сочи в системе дошкольного образования обучается 35 таких воспитанников. В школах 27 учеников. В системе коррекционного образования на базе школы-интерната еще 73 ребенка. Совершенно свежий пример 2016 года. Гимназия номер 8. В этом году там пришли в первый класс обучаться два ребенка с расстройством аутистического спектра. Они совершенно разные. Они учатся в двух параллельных первых классах с сопровождением тьютера. Достаточно успешно прошли период адаптации. И насколько мы всегда стараемся эту тему держать на контроле, приходим, смотрим, методически сопровождаем, помогая педагогам. Достаточно все успешно. Тем не менее, проблемные вопросы все же остаются. Большей частью это касается отношения окружающих к самому факту совместного обучения. Экспериментальные классы работают первый год. Все нюансы, которые будут выявлены на этом этапе, учтут при формировании классов в остальных школах.